или ИГИЛ, не знаю, как там правильно ее назвать. Я думаю, что это проект кремлевский. На это указывают на протяжении всего времени существования этой организации многие факты. Первое, просто когда мы думаем о чем-либо и хотим понять взаимосвязь каких-либо вещей, мы должны проследить цепочки, особенно когда на протяжении какого-то времени, нескольких лет что-либо происходит, мы можем проследить какую-либо взаимосвязь. И в данной ситуации мы видим очень четко, что, допустим, такой факт, как применение в августе 2013 года химического оружия против мирных людей в Сирии, это в принципе было доказано членами комиссии ООН, что это было применено осадовскими карателями, осадовскими палачами, это оружие было применено. Оружие это было российское, зарин, насколько я помню, так оно называлось. И это, в принципе, было практически, должно было стать последней точкой в карьере этой кровавой палача-осада. То есть, я думаю, что если бы все пошло, так скажем, без вмешательства его лучшего друга и соратника Путина, который за него очень сильно заступился, фактически поставив очень многое на кон, я думаю, что после этого осада постигла бы в ближайшие месяцы, если не недели, судьба кода. Я думаю, что осада постигла бы точно такая же участь. Но вмешался Путин, он тогда поставил очень многое на кон, и он фактически, ну, костьми лег в защиту осада. И после этого, через какой-то небольшой промежуток времени, возникла эта организация ИГИШ, о которой раньше никто никогда ничего не слышал. То есть она возникла, и после этого все усилия и все внимание с осадой переключилось на войну между повстанцами. То есть они, вот эта организация ИГИШ, она начала воевать именно не с карателями осада, а между собой, делая, так скажем, смуту в рядах повстанцев, объявляя там отступниками, допустим, одних или других. И то есть началось кровопролитие в рядах повстанцев. Об осаде все благополучно забыли, вот, и поэтому я думаю, что осад и Путин в данной ситуации добились своего. Также еще очень важная деталь, то, что эта организация ИГИШ, то есть ее члены, может быть кто-то, я думаю, что большая часть, скорее всего, неосознанно, будучи зомбированными, они дискредитируют в глазах всех людей ислам. Дело в том, что в исламе нету таких вещей, и такие вещи не просто не поощряются, они порицаются то, что делают эти люди. То есть я могу твердо сказать, что того, что они делают в исламе, нет действительно вот многих вещей из того, что они делают. Я считаю, что эти люди наносят большой вред исламу и мусульманам во всем мире. И, конечно, призываю всю мусульманскую молодежь взглянуть на это дело беспристрастно, сопоставить факты и не поддаваться зомбированию и не играть на руку нашим врагам.